Сегодня в регионе распространялся пресс-тур с отделом российских журналистов. В составе делегации 40 человек. Это сотрудники периодических выдаций, аудиовизуальных СМИ и блогеры. В программе четырехземного визита наведывания промысловых и сельско-господарших предприятий, знакомство с культурным и туристическим потенциалом Гомельщины. О первых уражениях журналистов материал Дмитрия Котова. Знайомство с вытворчивым комплексом региона распространяется визитом на предприятие «Милковита». Его мягчимости дозволяют за сутки перепрацовывать каля тысячи тонн молока. Уся сыровина поступает от сельгаз-продприемств, размещенных на территории в области. Журналистам демонструють одну из започных новинок. Это молоко при певной температуре может заховываться до одного года. Подобные товары дозволяют предприемству замоцовывать свои экспортные позиции. Рынок сегодня нас, можно сказать, даже заставил изготовить данное молоко, потому что мы вышли на рынок Китая. А китайские потребители, вы понимаете, логистика пока доедет, пока постоит в магазине. Естественно, они просят, чтобы не менее года. Вот мы на него вышли, выходили на него два года. Потому что для того, чтобы получить продукт со сроком один год, надо, чтобы оно выстояло два года. Экспортная география наличивает сегодня 16 краин. Российская федерация – оголовный партнер. Гости признаются, сирот их знакомых, белорусские продукты, как молочные, так и кондитерские выробы, корыстаются великим попытом. У повседенном житияны – обовязковый элемент рациона. Задача пресс-тура – ближе познайомиться с вытворчестью, любимой для многих продукции, и поделиться отриманной информацией со своей аудиторией. Першие уражения – только станучи. Я вообще очень люблю производство. То есть я стараюсь, я в Ленинградской области, в Петербурге достаточно посетила много производства. Мне, конечно, очень интересно. Я тут что-то успела попробовать, очень вкусно. Хочу сказать, что в Петербурге, может быть, я просто не замечала, но не знаю, насколько полно этот бренд представлен. То есть я вернусь, обязательно обращу на это внимание. Обязательно прикуплю что-нибудь вкусненькое. Но вот мне очень все понравилось. Провели дегустацию, очень все вкусное. И посетили промышленное производство. То есть смотрели, как молоко разгружают, как упаковывают различные виды продукции. Ну, понравилось. Там хорошее оснащение, современное оборудование. Так что положительные впечатления. В другой половине дня журналисты встречались с керавництвом Гомельского Абалвы-Канкама. Диалог отрымался вельми информативным. На протягу омаль-годины представники российских СМИ активно задавали питания. Их цикавили у первую чергу развития экономических взносинов помеж двумя краинами, туристичный потенциал региона, стан потерпелых у вынику аварии на АЭС, территорий. Чернобыльская тема у Вогули была одной из самых популярных подчасу встречи. Завтра журналисты наведают Полесский радиационный экологичный заповедник и смогут деталево ознайомиться с проводимой работой. Очень важно, чтобы молодое поколение знало про эту аварию и относилось, скажем так, серьезно к тому, что произошло. Это действительно большая трагедия и для России, и для Беларуси, и для Украины. То, что сегодня Беларусь открыла, скажем так, часть этой зоны для туризма, наверное, это очень правильно для того, чтобы снять вот этот информационный вакуум. Потому что информационный вакуум приводит к тому, что у людей есть опасения, какой-то страх, а не всегда он обоснован. Я думаю, что это правильный шаг. Ну, съездим, посмотрим, как это на практике происходит. В программе четырехденного визита так само наведывание предприемства Мазырского и Житковицкого районов. До того же гостей познайомят с работой Республиканского навыково-практичного центра радиоцины и медицины и экологии человека. А так само проведут экскурсии по наибольши знаковых туристичных и культурных объектах региона. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель».